Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Шишкин Сергей Леонидович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник и руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов Центра нейрокогнитивных исследований Московского государственного психолого-педагогического университета, выпускник биологического факультета МГУ, аспирант известного нейрофизиолога профессора Александра Каплана. После защиты кандидатской диссертации в течение двух лет продолжал разработку методов анализа электроэнцефалограмм в Японском институте Рикин. Вернувшись в группу, Каплана руководил первыми в России работами по созданию высокопроизводительных интерфейсов «Мозг-компьютер». Область научных интересов Сергея Шишкина – интерфейсы «Мозг-компьютер» и «Глаз-Мозг-компьютер», новые технологии человека-машинного взаимодействия, управление с помощью взгляда, сознания, свободы воли, движения глаз, айтрекинг. Сергей Шишкин – автор десятков публикаций в отечественных и международных журналах, обладатель двух патентов, активный участник конференции по нейроинтерфейсам и смежным темам. Сергей Шишкин в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Эта программа продолжает цикл, посвященный нейрокомпьютерным интерфейсам или интерфейсам «Мозг-компьютер». Нам известны в основном медицинские применения этих систем. Это область, которая иногда называется вспомогательной нейротехнологией. И в настоящее время, как сообщает нам свежий обзор, опубликованный в Nature, в мире, вот весной 2022 года, в мире 35 человек являются носителями, обладателями этих нейроинтерфейсов. Это немного, но и немало, учитывая фантастичность подхода. Но мы в этом выпуске поговорим о перспективах нейроинтерфейсов, нейрокомпьютерных интерфейсов. Пожалуйста, Сергей, вам слово. Спасибо большое за приглашение. Я постараюсь говорить про такие вещи, про которые не говорили предыдущие выступающие. В нашем цикле, да. В нашем цикле. И вообще-то довольно много можно найти в так или иначе какие-то видео и разные тексты в интернете. Но вот что касается, куда это все идет, это и не все специалисты сами представляют. Может быть, про это стоит поговорить чуть подробнее. Сначала пару слов про термин, чтобы было понятно. Слово нейроинтерфейс в русском языке мы используем примерно как синоним слово интерфейс, мозг-компьютер. В английской терминологии там используется в научной практике только слово интерфейс, мозг-компьютер, бренд-компьютер, интерфейс, BCI. И там просто вот эта аббревиатура, она очень понятна, и ее часто используют. Из аббревиатуры EMK, интерфейс мозг-компьютера, как-то непривычно у нас. Как-то непривычно, да. Вот почему-то, так сказать, у нас это не идет. И поэтому в основном в более популярной литературе, в новостях, в прессе, там вот нейроинтерфейс это чаще используют. Вот, но это, если это аналог, допустим, neural interfaces по-английски, это немножко другое, чем просто интерфейс мозг-компьютер, более широкое понятие, потому что может идти речь по подключению к любой нервной ткани, даже к культуре нервной ткани. А интерфейс мозг-компьютера это все-таки про... Взаимодействие. ...непосредственно с мозгом, да. Ну, в общем, это такие уже тонкости. Значит, ну, я бы хотел бы сразу отметить, что это все-таки довольно серьезная область, судя по тому, сколько патентов выдается. Вот недавно был обзор в журнале, таком серьезном Nature by Technology в прошлом году, и вот оказалось, что в последние годы число патентов просто экспоненциально растет. Ну, рост начался где-то в 10-м, да? Да-да-да, где-то в 10-м, хотя, в общем-то, известна технология, в принципе, она была уже, ну, первые работы были даже что-то в 60-м году, что-то в 60-х и что-то в 70-х. Но, тем не менее, вот это сейчас всерьез пошло, и очень много людей этим занимаются. Немножко про то, что, собственно, этот интерфейс собой представляет. Тут будет и дальше несколько слайдов, которые я позаимствовал у Джонатана Вольпу. Это такой, как бы, живой классик интерфейса Москомпьютер. Кстати, он выступал как-то на такой онлайн-версии конференции в Самаре. Есть, ну, по крайней мере, была вот такая конференция, в которой каждый год там приезжали, так сказать, очень известные люди в области интерфейса Москомпьютера. Она называлась нейрокомпьютерный интерфейс теории и практика. Можно найти видео. И вот, в том числе, вот это Джонатана Вольпа очень интересный, в том числе есть в переводе на русский язык, там, с дублированием. И вот у него было такое, в этом слайде с определением, он говорил, что обычная у центральной нервной системы есть, она взаимодействует, обеспечивает взаимодействие человека с окружающим миром за счет вот своих выходов, в таком, как бы, кибернетическом смысле, естественном виде, это выходы через мышцы и гормональные. А интерфейс Москомпьютер, это новый выход создается, которого и раньше не было. И он может заменять, восстанавливать, усиливать, дополнять или улучшать естественные выходы центральной нервной системы, если они работают. А если они не работают, значит, он, соответственно, их заменяет. Заменяет. Заменяют. Да. И, соответственно, это такой новый вид взаимодействия, так или иначе, организуется с внешним миром. Вот, ну, можно представить очень условно, собственно, такой интерфейс, как, собственно, из названия это тоже, наверное, следует. Здесь, ну, у компьютера бывают разные интерфейсы для взаимодействия с другими устройствами, там, как-то USB, там, HDMI для подключения к монитору и так далее. А мы можем представить себе, что вот у нас есть какой-то интерфейс для подключения к мозгу. То есть вот эта вот рамочка, собственно. Да, вот там вот есть вот этот некий дополнительный интерфейс. Ну, это очень, конечно, условно, но, тем не менее, это соответствует части того, что вот на самом деле есть. А вот эта схема, ну, как бы, она немножко расшифровывает вот это самое, то, что мы там имеем при подключении. Здесь, собственно, самого компьютера, может быть, не видно, но, по сути, он где-то здесь есть. Это классическая схема, которая появилась впервые в обзоре 2002 года, которая, ну, в общем, самая, наверное, цитируемая такая статья по интерфейсу мозг-компьютер. И долгое время, ну, сейчас она как-то уже последние годы, кажется, почти исчезла, но она вот везде была, вот в всякой литературе в том или ином виде, и она, по-видимому, определяла до некоторой степени вот то, как люди, которые непосредственно занимались этими интерфейсами, воспринимали эту технологию. Они воспринимали, вообще-то говоря, немножко узко. Вот это чисто инженерная схема. Здесь мы получаем сигнал, оцифровываем, и дальше используются методы обработки сигналов, и дальше методы машинного обучения. Мы определяем по работе с этим сигналом, какую команду человек хочет послать. И вот эта команда подается на какие-то приложения. Но здесь все такая чистая инженерия, и ускользает внимание то, что человек в это время должен иметь, что-то делать, как пользователь вот этой системы, он должен как бы мысленно, вот некоторые, не просто вот он захотел, и оно сделается. Как иногда думают, вот мы подключим эту систему, и все сразу заработает. А вот нет, человек все-таки должен... Здесь есть опасности, о которых я вас потом спрашиваю, у меня это заготовлено. Да, хорошо. И, соответственно, только некоторые способы вот этого мысленной деятельности, они будут заметны для этого интерфейса. Причем для каждого с конкретной настройки, или каждого такой конфигурации этого интерфейса, у него будет подходить какой-то определенный круг задачи. Не каждая задача, не каждые такие мысленные действия будут улавлены. И здесь есть еще такая проблема, но она вот как бы такой статистического, математического характера, методического, но она тоже очень часто ускользает из виду, особенно у инженеров. Многие думают, что мы можем взять, допустим, почитать какие-то научные статьи, в которых делались какие-то эксперименты, и человек выполнял какие-то психологические задачи. И вот при определенном типе задачи, допустим, на счет умея или там какие-то еще, мы видим какие-то изменения в активности мозга какого-то определенного типа. И мы, значит, тогда это можем в таком интерфейсе использовать. Это отчасти верно, но нужно иметь в виду, что в этих статьях обычно используется статистика, статистические методы обработки, которые применяются к большому объему данных, которые получаются, во-первых, у человека, при одного человека много раз предъявляется, ему дается эта задача. Потом набирается группа этих людей, и только тогда мы видим этот самый эффект. А здесь у нас должно быть единичное, ну или, по крайней мере, очень короткое время выполняется эта задача. И мы должны сразу с минимальной какой-то ошибкой получить результаты на выходе. Выполняет человек эту задачу? Он не выполняет. Соответственно, мы только в тех случаях, это может работать, если у нас хорошее соотношение сигнал-шум. В большинстве случаев, к сожалению, у нас наша активность мозга, методами, которые мы обычно используем, в общем-то, трудно отличить от естественного фона мозговой активности или каких-то вообще немозговых. Ну, вообще трудно себе представить подавление этого шума, потому что все время идет непрерывно, и даже во сне. Это гораздо проще происходит в выделении каких-то компонентов, в случае, если мы подключаемся непосредственно к нейронам, то есть используем имплантированные электроды. Но это все-таки очень рискованное дело, то есть мы можем это использовать только сейчас у очень тяжелых больных, когда другой ничего не работает. И, ну, есть много людей, у которых, в общем, не какая-то не очень тяжелая ситуация, и тогда, в общем, приходится использовать... Ну, единственное, что можно использовать, это неинвазивные методы, которые не повреждают никаким образом, не создают риск инфекции, воспалений, прочих проблем. И тогда это вот, чаще всего это электроэнцефалограмма, и это, собственно, самый распространенный сигнал. Потом у нас пойдет, ведь речь о сопоставлении будет потом, инвазивных-неинвазивных, это отдельная, как бы, тема такая, да? Тем не менее, надо понимать, что вот это создает разные возможности инвазивных и неинвазивных методов. В электроэнцефалограмме, там, конечно, смешана активность сразу от огромного количества разных нейронов, разных систем, и там вот это соотношение сигналов-шума получается совсем плохим. Вот, с ним приходится иметь дело, тем не менее. А вот теперь я бы хотел немножко еще поговорить. Известная картинка, демонстрация. Да, вот про то, как, чем мотивированы различные исследователи, разработчики интерфейсов. Вот надо признать, что вот одним из таких вот мотиваторов это то, что это просто модная очень технология, почему там очень модная. Потому что какой-то успех есть, прогресс есть. Он мотивирует, он вдохновляет. Ну вот, допустим, вот это результат работы лаборатории, в которой я когда-то сам работал, но до того, как это было, меня тоже хотели вовлечь вот в работу с интерфейсом, с компьютером, но мне как-то это казалось слишком такой, слишком инженерным делом, и тогда я... Не физиологичным. Да, не заинтересовало. Но вот я смотрел, что было дальше вот с этим методикой. И, может быть, она никуда не пошла. И мне было понятно, как человек, который знает, что там, собственно, стоит за вот этими конкретными методиками, которые они использовали, ну, вот у меня такое было впечатление, что это тупиковый. Ну, с биологической точки зрения. Да, и оно так вот получилось. И довольно много таких проектов. Есть более такие серьезные подходы. Вот Нильс Бирбаумер, который, собственно, был таким, фактически одним из основателем направления разработок интерфейса Москомпьютер. Он был вообще очень интересный человек, он был малолетним преступником в городском возрасте. Потом он как-то... Потом занялся на игротехнологии. Занялся всякими более хорошими делами. И он вот как-то вот, он заботился тем, что вот есть люди, которых, ну, их не очень много. Это в основном люди с боковым аммиотропным склерозом. Такая, в общем, на данный момент неизлечимая все еще болезнью. Абсолютно инвалидизирующая. Да, и их очень немного, но это очень тяжелое состояние. В какой-то момент они отключаются совсем от внешнего мира с точки зрения возможности что-либо делать, говорить, как-то вообще давать какие-то знаки окружающим. Но еще понимают, что вокруг происходит, еще у них голова работает. Ну, яркий пример Стивен Хокинг, да? Да, но у него, это был редкий случай, когда вот это очень долго у него развивалось. А обычно это быстрее прогрессирует все-таки. Но тем не менее, вот люди могут там просто годами на искусственном дыхании находиться, но вот... И ничего. Не вне состояния каким-то образом выразить даже какие-то свои желания там или коммуницировать тем более с родственниками. Вот он, собственно, для этого сделал такое, хотя это, казалось бы, тоже хайповое название, Sob Translation Device и устройство передачи мыслей. Но он... Вот мотивация была именно помощь таким людям. И он очень много сделал для популяризации вот этой проблемы, для того, чтобы донести это до общества, что это вот так вот важно. И он сделал на очень простой тогда еще технологии, без каких-то машинного обучения. Вот поэтому, собственно, у него это работало довольно непросто получалось задача для этих его пациентов. Но некоторым удавалось очень неплохо взаимодействовать с этой системой. Вот это другое, еще одно направление, как можно относиться к... Ну, что пытаться увидеть в этих интерфейсах и к чему стремиться. Это вот Александр Яковлевич Каплана в России, собственно, первый, кто начал это пропагандировать, это направление. Ну, ему долгое время как-то не поддерживали вот это, собственно, в МГУ, где он работал и работает. И он это конкретно сделал в Корее. И вот статья 2005 года, в ней, собственно, первая такая вот статья российского ученого в Международном журнале на эту тему. И он говорил, что вот это такая вот новая реальность, которая может человеку подключиться, которого раньше не было. Он это близко к тому, что говорил Вольпу, но Вольпу это существенно позже уже обсуждал. И вот такой вот без нерфа и мышц, благодаря тому, что мозг очень пластичен, можно пытаться найти какой-то новый способ взаимодействия с окружающей реальностью. Это может быть не только для медицинских целей, возможно, ну, по крайней мере, с точки зрения вообще возможности мозга, а может быть и какие-то возможности новые для человека, конечно, открыть, которые, правда, в этой статье конкретно не были написаны. Кроме некоторых интересных идей насчет экспериментальных результатов, касаясь бессознательного такого взаимодействия, меня в свое время статья эта очень заинтересовала. И, собственно, благодаря ей я и заинтересовался всерьез интерфейсами мозг-компьютера. И через какое-то время я вернулся в его лабораторию, собственно, раньше был моим учителем, а тут вот я после работы в Японии решил, что вот надо продолжить. И мы, собственно, занялись тогда вот этими попытками, такой вот содровел реалити, реальности, такой управляем мыслями, вот сделать нечто конкретное. И еще одно направление, это, ну, вот, как бы нечто среднее между вот этими двумя. Это, когда ставятся какие-то конкретные медицинские задачи, это вот это нейропротезирование, заменение моторной функции, но еще и нейрореабилитация. Я еще немножко про это скажу дальше. Но при этом понятно, что нужно развивать некоторые направления такой фундаментальной науки и использовать результаты там предыдущих фундаментальных исследований. То есть это сделать такое, как бы, практически ориентированное, но все-таки в значительной степени фундаментальное исследование. Это, как раз, вот то, чем отличалась лаборатория Мигеля Николелеса, где работал, да, Михаил Лебедев, который вот у нас в России, тоже такой очень известный теперь человек в Скалтехе. И вот это одна из их работ. Они, в общем, собственно, вот работала лаборатория Николелеса, в том числе с участием Михаила Лебедева. Они вот одни из самых таких фундаментальных в области интерфейсов мозг-компьютер. И вот был проект, продолжается сейчас Александра Алексеевича Фролова. К сожалению, он недавно ушел от нас. Его дело продолжает Павел Бобров и другие коллеги. Вот это направлено именно на постинсультную реабилитацию. В общем, такая область сложная и немножко противоречивая. Тут все-таки не очень результат. Они сделали очень мощное такое исследование, мультицентровое. То есть, экзоскелетами, да, для парализованных людей после инсульта. Да, да. Там очень сложно понять все-таки, где работает именно эта методика с интерфейсом мозг-компьютера, где работают какие-то такие эффекты, может, плацебо, может быть, эффекты тренировки воображения, которые там используются. Может быть, это по отдельности. Тренировка воображения могла бы работать тоже хорошо, если бы также есть многое заниматься, как с этим, и работать с интерфейсами. В общем, это все вопросы, которые еще нужно разбираться. И там есть, тем не менее, возможность это развивать в других направлениях. И, в частности, тоже предложена в лаборатории Каплана была разработана методика с уточняющим такой подход. И сейчас это в Самарском медицинском университете и в Скалтехе тоже продолжаются какие-то новые вариации вот этого после инсультной реабилитации с помощью интерфейса мозг-компьютера. Может быть, там и будет как-то более определенный успех. Но, в общем, тут надо дальше работать. А сейчас, опять же, работа из группы Нельса Бирбаумера. Но здесь я хотел бы обратить внимание уже на ограничение интерфейсов мозг-компьютер. Здесь письмо выглядит, вообще-то говоря, безсношебательный человек, который был полностью парализованный. Он пишет целое письмо исследователям, описывая свой опыт работы с этим интерфейсом. То есть, подробно, нормально, но это было на немецком языке оригинально, но что-то они перевели здесь на английский. Но тут в чем проблема с этим письмом? Это было опубликовано даже в научном журнале «Мир и психология» в 2003 году. Если мы посмотрим, как это все делалось, это, в общем, какой-то огромный труд. Две буквы в минуту. Ну, это даже главная проблема. Две буквы в минуту. Это, в общем, каждый выбор одной буквы состоял... Чтобы выбрать буквы, нужно было делать много бинарных выборов. То есть, этот интерфейс позволял только выбрать один из двух вариантов. И здесь весь немецкий алфавит делился на две части. Сначала выбиралась одна часть или другая. Потом, значит, выбиралась из оставшихся, там, делался на две половинки. В конце концов, выбиралась буква. И вот так вот он писал весь этот текст. То есть, 160 часов он писал. Да, 6 месяцев у него за это занялось. 6 месяцев. И это удалось, конечно, далеко не всем. Это один из самых таких продвинутых пользователей. А сейчас, ну, это вообще-то технология развивалась. И я немножко расскажу потом, как это делалось. Писал уже в опубликованном тоже научном журнале в 2010 году письмо пациента. Здесь это более продвинуто. Он сразу выбирал букву. Но у него тоже получалось примерно две буквы в минуту скорость. Но вот он, интересно, письмо написал, что его, вот этот Джонатан Вольп, руководитель этого исследования, спросил, как он может, что может сказать о своем опыте работы с этим интерфейсом. Он отвечает, что я бы не мог бы моей лабораторией без интерфейса мозг-компьютерами. Я занимаюсь молекулярными нейронологиями. И у меня три человека на гранте работают. Но он где-то два года, вот к моменту выхода этой статьи, уже работал с этой системой. Но, к сожалению, неизвестно, как дальше его субосудимы. Ну, вот это, собственно, технология, которая используется. Общий принцип такой, что здесь есть некая таблица с буквами перед человеком. И буквы в определенном порядке подсвечиваются и определенным образом сгруппированы. Например, они могут быть сгруппированы как столбцы или строки. И подсвечиваться в случайном порядке какие-то из столбцов или какая-то из строк. И дальше мы знаем, в какой момент какая строка или столбец подсветились. И смотрим, какие реакции мозга возникают. И оказывается, что если человек смотрит на букву и считает ее подсветки, вот будет красненькая такая реакция. И в остальных случаях будет синяя. И, соответственно, если мы можем настроить систему на распознавание... По волнам можно прочитать. Обычно это все сильно зажимлено, потому что здесь уже результат. Мы получили усреднение на большом количестве данных. Обычно мы имеем небольшое количество. Человек может не очень долго считает. Иначе просто устанет и очень медленно будет работать. Но вот тогда это все будет зашимлено. И специальным математическим алгоритмам удается все равно это распознать. Сейчас отработано с довольно высокой точностью. Опять же, в лаборатории Каплана я, собственно, когда-то тоже участвовал в разработке этой технологии. И сейчас это все доведено уже до такого клинического применения. Есть устройство Нерочат. Вот оно довольно известно в России. У них произведено там несколько сотен уже. И они... Причем они бесплатно там раздавались пациентам для использования. Вот так вот можно набирать буквы. Но вот был такой вопрос в том же лекции Джоната Уольпова. Собственно, его можем здесь видеть, в этой картинке. На этом слайде. Здесь, в 2011 году, когда я слушал его эту лекцию, он обсуждал вопрос, нужны ли вообще инвазивные технологии. Но он говорил, что исследования-то нужны. Но вот на данный момент, причем он подчеркнул, что на данный момент, 24 сентября 2011 года, нет доказательств, что инвазивные и неинвазивные существенно различаются. Причем он как-то очень так, видимо, серьезно продумал вот эту фразу. Потом он ее на экран вывел даже второй раз, полностью повторив. Это вот именно сейчас. Он правильно это сделал, что такое сделало оговорку. Потому что, ну да, я сейчас скажу, в чем это состояло. Какие были экспериментальные результаты на тот момент. Вот он говорил про их работу 2004 года, неинвазивную. И инвазивную работу 2006 года, где пациенты делали, ну, выполняли примерно одну и ту же задачу с небольшими там различиями. Они должны были попасть курсором в цель, которая появлялась в разных местах. И управлять им курсором вот с помощью вот этого интерфейса. И результаты получались, ну, вот, если здоровый человек джойстиком решает эту задачу, то вот такая картинка здесь. Порядка секунды, это распределение времени, времен, ну, как бы, время реакции на вот эту цель, время попадания в цель. Вот. Очень четко, там, с небольшим разбросом в случае джойстика у здорового человека. А вот при использовании интерфейса моего компьютера, получается, ну, есть быстрая реакция, но, тем не менее, в основном очень медленная. Вот. И очень большой разброс. Размытая. Да, очень большой разброс этого времени реакции. И, в общем, это на тот момент вот оказалось, что для инвазивных и неинвазивных, вот, красные и синие распределения, они практически одинаковые. Хотя, в общем-то, даже в разные годы эти в разных лабораториях исследования делались. Вот. И он это объясняет Джонатану Вольпову так, что это фундаментальная проблема. У нас, когда мы используем естественные выходы нашей нервной системы, у нас, кроме коры, подключено еще много подкорковых структур и еще спиной мозг. И это все так оптимизировано. Вот такая система для управления движениями. И в случае с интерфейсом мозг-компьютером мы не можем это использовать, потому что мы там, в общем, довольно сложно подключиться к подкорковым структурам. Да, они, в общем, специализированы, кажется, довольно сильно. И если мы подключаемся к коре, то мы не используем то, что ниже коры, особенно спиной мозг. И, соответственно, у нас получается какая-то такая... А пот дольше? Ну, она, в общем, неполная система работает. И это, получается, невозможно обойти эту проблему. Ну, вот, буквально через год после этого появляется такое видео. Да, это классическое. Да, это... Она сок пьет, по-моему. Нет, здесь это... Ну, она много всего делала, но здесь она... Журналист предложил пожать руку. Можно ли с вами пожать руку? Она говорит, ну, без проблем. Вот. И, ну, вот, он просто в таком совершенно изумлении. И вот она еще такое вот приветствие тоже делает. А вот, полный восторг. Журналист, и действительно, и я, когда это увидел, я, конечно, понял, что тут произошла революция, и я, поскольку занимался неинвазивными интерфейсами, я понял, что мне нужно что-то с этим делать, потому что вот ничего близко даже с неинвазивными тут не предвиделось, и сейчас тоже не предвидится. Здесь, вот, я говорил, что там фактически мы видели, допустим, человек обращает внимание на подсветки буквы или не обращает. Вот, бинарные, получается. Да, нет. Хотя, вроде бы, более удобный выбор, чем вот в случае, допустим, старой методики Бербаумера. Но все равно это вот, да, нет, все такое вот, типа. А здесь по семи каналам, семь степеней свободы в управлении, то это роботизируя на руки, управление еще и к тому же по каждому этому каналу, это не да, нет, а это вот такое вот, как бы, количественное управление. И в результате можно делать довольно сложные вещи. Хотя, вот, если там приглядеться, все-таки, вот, в какой-то момент она, эта железная рука, начинает выкручивать. Ну, это уж. Вот, это вряд ли она, эту женщину, хотела сделать, но вот как вот оно вот так вот получается. Это издержки. Да, но все-таки многие действия вот этой рукой не удается хорошо делать. И надо сказать, что это исследование, оно, это было сделано вот в 2012 году, вот в конце 2012 года в Ланцете вышла, собственно, такая публикация. Потом были более подробные публикации тоже об этих исследованиях. Но это очень такое исключительное исследование, вообще, наверное, самое продвинутое, вообще, может быть, за всю историю интерфейса МОСКомпьютер. Здесь было очень многое, что использовано, учтено. И, среди прочего, это было то, что вот уникальные случаи, когда такое, в общем-то, сложная, рискованная вещь, вот, вживление электродов в кору мозга, сделали с пациентом, которого, ну, не в самом тяжелом состоянии находился. У нее было парализовано все ниже шеи, но она могла говорить. Это очень редко, ну, я даже не знаю, может быть, это был единственный такой случай, но это было очень важно, потому что она могла рассказывать, в чем состоит ее какая-то сложность освоения этой методики, что она чувствует. Вся обратная связь была. Да, это очень важно. И вот повторить это исследование, ну, были некоторые улучшения, там, сейчас работает в этой же, в Питтсбурге сделано, в этом проекте там добавляют обратную связь, и есть определенные преддвижения, но преддвижения все-таки нельзя сказать, что прям какие-то такие же революционные, как вот было тогда сделано. И тут одна из главных проблем, это все-таки то, что это инвазивное исследование, то есть нужно вылезать мозг, и, в общем, тут вот видно вот эти, как вот показано, были установлены, знаете, как в популярной прессе говорят, чипы. Ну, обычно это просто такие вот группы электродов, и они небольшие, конечно, но все-таки это повреждения, это некоторое воспаление, причем там происходит обычно... Рубцы, рубцы вары. Да, и фактически эти электроды изолируются, и до сих пор это полностью, эта проблема не решена, хотя она, видимо, разрешима, но так или иначе, в общем, здесь очень много риска, и понятно, что вот эти проблемы, чтобы их решать, нужно периодически вот какие-то делать новые эксперименты на реальных людях, и понятно, что много экспериментов этих нельзя сделать, потому что, ну, нужно убедиться, что предыдущая методика безопасна, и тогда уже как-то вносить изменения. И вот это очень сильно все это тормозит в развитии. Вот в 2011 году было выступление Джоната Вольпу, он рассказывал про, ну, еще до вот этого, до этой бицепсской работы, что есть два таких принципиально разных подхода. Это, вот в данном случае, это вот то, что он называл процесс контрола, управление самым процессом, когда подключение происходит, ну, такой вот через этот интерфейс, что человек управляет всеми степенями свободы управляемого объекта. Можно сделать так, что гораздо более простая задача, когда мы все-таки даем какую-то простую команду, а дальше у нас робототехника какая-то вот, ну, часто говорят искусственный интеллект, ну, фактически это робототехнические какие-то вот алгоритмы, они решают уже дальнейшую задачу, самый типичный случай, например, человек на инвалидном кресле может быть либо полностью управлять этим креслом, как вот здесь, либо он просто выбирает, куда ему надо ехать, а дальше эта робототехника уже решает, как это делать, выполнять эту задачу. И вот интересно, вот после, где-то через 5-6, а, лет через 5 после того, как вот было сделано вот это пиццбургское исследование, которое мы видим на видео, было выступление одного из руководителей этого проекта, Роберта Ганта, тоже на этой же конференции, тоже в такой приглашенной лекции, я его спросил, было видно, что они все-таки не очень сильно продвинулись с того времени, вот и напомнил я про то, что вот Вольпа выступал и говорил, что вот можно передать часть вот этих управлений, как бы робототехники, и что, в общем-то, ну, неизбежно, когда мы подключаемся через, подключаем интерфейс к карьеру, у нас нижняя функция выпадает, по-видимому, вот это для робототехники как раз вот правильная задача, то, что там же фактически очень много автоматизировано, и там не требуется какой-то сознательный контроль, вот делаете ли вы что-то в этом направлении, чтобы вот эта гвозрука, она вот там была частью управления перемещена на вот эту робототехнику? Он говорил, что просто вот да, это было бы здорово, но не доходят руки до всего, хотя у них большая команда, они все-таки тоже у них ресурсы ограничены. Все-таки здесь некоторые другие группы это делают, вот, есть, например, у Андерсена в Калифорнии проект, где более выскоуровневое управление, по сути, там, подключение к теменной коре, вот здесь вот был моторный, у него к теменной, и дальше там уже может, вот, опять же, робототехника брать на себя нижние функции, но вот все-таки медленно это идет. Есть способ, как бы, сделать, вот, ускорить продвижение, просто за счет того, что делать технологию менее инвазивной, но все-таки это еще и есть некоторая инвазивность и лучший сигнал, чем просто при электроэнцефалограмме. Ну, самое распространенное сейчас это делают с электрокартикограммой, потому что есть много пациентов с эпилепсией, которым установят электроды, там, для диагностики. И, в общем, этих людей можно, там, они, часть времени просто у них пассивно идет наблюдение, их можно вовлечь вот в эксперименты. Использовать просто, да. И, так сказать, дополнительно ничего не нагружается, не ухудшается. И, соответственно, для них, ну, там, в общем, видно, что вот это есть промежуточное состояние, это такая электрокартикограмма, нечто промежуточное между ЭЭГ и имплантированными электродами. Но там, соответственно, все равно это довольно высокоинвазивный метод. И вот сейчас, совсем недавно, возник такой стартап Синхрон. Сначала в Австралии, сейчас они перемещаются в США. И Томас Оксли, который, собственно, создал этот стартап, он, в общем, хороший нейрофизиолог сам по себе. И он, в общем, работал с такими эндоваскулярными технологиями, которые, в общем, похожи на то, как кардиостимулятор подводит с электродок в сердце. Это технология, которая огромное количество людей сейчас уже используется. Там, в общем-то, такая малоинвазивная технология. У человека все это помещается под, сам кардиостимулятор находится под кожей. И по сосудам это подводится в сердце. Там, несмотря на то, что сердце такой подвижный орган, все это как-то нормально работает. А здесь подводятся электроды в мозг. И, в общем, мозг это более, может быть, нежная структура, но зато не такой подвижный. И, в общем-то, оказалось, что это действительно можно сделать. Они разработали особый тип электродов, которые разворачиваются там, где его нужно поместить. И вот здесь мы это видим, вот как на схемке это сделано. И сейчас у них уже несколько человек участвуют в этом клинических испытаниях. Они сначала в Австралии, сейчас они получили разрешение на испытания в США. Вот есть люди, которые больше года, у них нет никаких вроде бы, как они утверждают побочных явлений, сильно неприятных, какие-то побочные явления, какие-то мелкие, может быть, более. В общем, это похоже немножко на кортикограмму, то есть, потому что здесь, опять же, это нет полного контакта с нервными клетками, довольно сильно смешано от разных областей мозга сигнал. Но, тем не менее, это все равно существенно лучше, чем электроэнцефалограмма. И, тем не менее, вот здесь используется айтрекер, то есть устройство для отслеживания взгляда. И, кажется, один из этих людей все-таки работал и без айтрекера, но медленнее. А вот с айтрекером, там получается, что они взглядом выбирают позицию на экране и уже силой мысли кликают. Но, в принципе, тут возникает вопрос, а может быть, мы можем сделать то же самое с ЭГЭ. Ну, или каким-то другим неинвазивным сигналом, совсем неинвазивным. Ну, и вот, собственно, наша научная группа, она в том числе на этом специализируется. Мы пытаемся сделать такое совмещение, но пока что у нас вот так вот хорошо, как у них с этими эндоваскулярными системами это не работает. Ну, мы думаем, что мы кое-что еще можем там сделать, и есть шансы. С неинвазивными технологиями все-таки хорошо то, что мы можем много экспериментировать. Даже здесь все-таки вот эти электроды, когда погружаются в сосуды, пока что нет способа их оттуда извлекать, и, возможно, всегда вот эта технология будет связана с тем, что они должны там оставаться. Фирмы, они пытаются сейчас сделать такой извлекаемый электрод, но это, видимо, будет для других целей, их нельзя будет долго оставлять. Поскольку вот эта система работает с айтрекером, то возникает еще вопрос, а может быть мы вообще можем использовать только айтрекер без всяких интерфейсов Москомпьютера. И вот это, как ни странно, многие люди, которые сами разработают интерфейс Москомпьютера, они не очень хорошо знают, что, в общем-то, есть такой мощный конкурент, который, ну вот, что человек, допустим, видит перед собой на экране клавиатуру такую виртуальную, и он может просто задерживать взгляд на буквах, и вот эта задержка взгляда будет отслеживаться, распознаваться, и можно кликать. И так вообще эти системы используются очень уже многими инвалидами в мире, хотя они очень дорогие, в общем, ну там, где вот страховка это покрывает, в таких странах это можно использовать. На самом деле технология-то не очень, по сути, дорогая, там сейчас эти видеокамеры стали очень дешевыми, и в какой-то момент вот возник такой стартап iTribe, они сделали вот за 100 долларов айтрекер, которым, в принципе, можно вполне было управлять, тоже набирать буквы. Вот, и, ну, интересно, вот они смогли в тот момент сбить цену, потому что вот главный производитель айтрекеров в мире Тоби, шведская такая фирма, они, чтобы не отстать, они сразу выпустили свой айтрекер за 100 евро, и при том, что у них авосистема где-то там некоторые десятки тысяч стоили, там, в основном, ну, много тысяч, самые дешевые. Вот, но, к сожалению, вот iTribe потом была поглощена там с фирмой Oculus, которая делает виртуальную реальность. С айтрекингом есть своя проблема, там, как называется, проблема прикосновения Мидаса, как бы царь Мидас греческий, и он превращал все в золото, к чему прикасался, и вот оказалось, что это очень плохо. И вот точно так же интерфейс, который на iTribe построен, он будет, вот эти задержки взгляда, непроизвольные, когда человек вообще не хочет ничего управлять, он будет кликать. Но с клавиатурой это не такая большая проблема, с виртуальной, но в каком-то более сложном управлении, особенно каким-то роботом, там будет постоянно всякие возникать сложности. Вот, потому что это, собственно, глаза, не, в общем-то, прежде всего, для зрения, и управляется, так вот, взгляд, непроизвольно. Но, тем не менее, вот, если это совместить с каким-то управлением с помощью интерфейса мозг-компьютер, то вот, может быть, проблему можно решить, собственно, на чем мы сами тоже работаем. Теперь еще одна группа проблем, которые пытаются решить, но это, на первый взгляд, выглядит очень естественно и понятно, а вот дальше это будет некая трефантастика. Ну, вот, естественная часть – это то, что мозг – очень мощная штука, компьютер все более-более тоже мощный становится, и нам, по идее, чтобы мы в симбиозе были с компьютерами, нам нужно вот этот самый интерфейс сделать как можно более мощным. И наши мышцы не дают, собственно, такого очень хорошего канала, мы, и органы чувств тоже, в общем-то, несовершенны, мы не можем очень много информации получать. Вот, может быть, мы можем подключить через интерфейс. И вот Илон Маск… Расширенное такое восприятие, да? Да, и восприятие действия, ну, и вообще взаимодействие. И вот Илон Маск, известный такой технологический предприниматель, пять лет назад, он вдруг вышел с такой идеей, что нужно соединить через интерфейс мозг-компьютера людей с машинами, иначе мы просто все… человечество погибнет от… когда слишком станет развитый искусственный интеллект… Да, искусственный интеллект, он просто все будет своими заниматься целями, и ему будет настолько умным, что человек уже с ним ничего не сможет сделать. И поэтому человек должен соединиться с машинами, тогда он будет, так сказать, сильнее, чем вот этот искусственный интеллект. Вот, и вот этот, собственно, интерфейс, для того, чтобы сделать этот интерфейс, он создался стартап Neuralink. Ну, в общем-то, там очень часто говорится, что это, собственно, для медицинских целей, но, в общем-то, на самом деле, Маск все-таки основная мотивация именно вот в этом состоит. И вот буквально совсем недавно в этом апреле было его большое интервью, где он опять это подтвердил, что вот прям вот его слова, что идея, которая стоит за Neuralink, это попробовать попытаться тесно связать коллективный человеческий мир и суперинтеллект цифровой. Но он, правда, там много говорит о том, что по пути к этому мы решим много медицинских задач. Но надо сказать, что все-таки такое впечатление, что, в отличие от многих других начинаний Маска, это все-таки идет тяжелее. Он уже много раз там не выполнял вот эти сроки, которые он намечал. И вот, ну, надо сказать, что... Это не Твиттер купить. Да, да, но все-таки он делал очень хороший результат у него сейчас с ракетами, и Тесла, в общем, неплохой автомобиль. Вот, но тем не менее, вот они, вот то, что делают Миролинки, в общем, результаты, ну, как бы не такие впечатляющие. Но исследователь вообще вот в мире интерфейса мозг-компьютер в целом относится очень хорошо к тому, что он делает, потому что он вкладывает огромный ресурс, у него там больше 200 человек, это ни в одном таком проекте в университетах или в клиниках по интерфейсу мозг-компьютеру ничего такого, близко нельзя получить. Это очень хорошие специалисты, видимо, хорошо оплачиваемые. Вот, и они, в принципе, сделали там некоторые интересные вещи. Вот, систему для отживления электродов, это реальный такой прорыв. Вот, но вот если смотреть, все-таки вот конкретно, что получается с этим интерфейсом, вот это самый такой продвинутый результат, пока что был показан, это вот с обезьяной, которая как бы силой мусли управляла шариком, ну вот этими штучками, которые, пинг-понг. Пинг-понг такой, да, ракетки как бы, виртуальной. И, но здесь в чем проблема? Вот, как Михаил Лебедев, который много с обезьянами своими работал, он подсмотрел, что здесь происходит. Вот, видно, что обезьяна все время использует свою руку и какие-то движения делает головой. И, ну, понятно, она, зачем эта штучка используется для ее подкрепления. Но она сок, сок, да, дает. Вот, но все время, когда, вот, ну, здесь это переключается на джойстик, но то же самое происходит и даже более интенсивно, когда она как бы силой мысли это делает. Вот, она все время, вот, двигает и рукой, и головой, и, возможно, ну, либо это просто какие-то механические артефакты, то есть, вот, возникает какой-то сигнал электрический, который совершенно не связан с работой мозга, вот, а он просто попадает на те же электроды. И, собственно, этим может и обезьяна реально управлять. Либо она очень просто сильно-сильно стимулирует мозг, вот, за счет этой сенсорики. И в результате мы, собственно, получаем тоже фактически не то, что не силы мысли управления. Вот, то есть, если бы она была, не могла бы это движение делать, может быть, ничего бы и не работало. Мы не видим ни такого контроля, мы не видим результатов, так сказать, записей, и поэтому тут ничего, к сожалению, проверить нельзя. И это вообще очень часто такое происходит, если смотрим некоторые очень хорошие результаты в литературе, там, например, с неинвазивными интерфейсами, иногда там докладывают про расшифровку мысленной речи. Вот, если посмотреть там вот эти статьи, видно где-то вот здесь что-то такое, к чему можно прицепиться, заподозрить, что там на самом деле это все-таки нереальный результат. Либо тоже какие-то артефакты, например, там могут быть движения языком, например, порождать артефакты или глазами, а могут быть какие-то просто в организации эксперимента ошибки, поскольку очень часто этим занимаются инженеры без опыта, работая с психофизиологией, они иногда допускают разного рода ошибки, которые будут достаточны для того, чтобы получить какой-то выдающийся результат, который потом, собственно, другая лаборатория не сможет воспроизвести. И самое главное, что нельзя это использовать на практике. Но есть и фундаментальные проблемы. Вот, если говорить о том, что вот эти мечты Илона Маска, то вот и на входе, и на выходе, и при попытке вот как-то напрямую включиться в мозг, мы можем заподозрить, что тут все не так хорошо, как вот он ожидает. Ну вот, например, было такое исследование, когда оценивали скорость передачи информации, когда люди используют разные языки. Оказалось, что независимо от языка, очень разные языки сравнивали, скорость передачи информации одна и та же. А это говорит о том, что, ну, поскольку люди, естественно, заинтересованы побыстрее всегда передавать информацию, значит, есть какие-то фундаментальные ограничения, по-видимому, не связанные с речевым аппаратом, потому что вот там по-разному, очень-очень по-разному воспроизводятся звуки, создаются звуки в этих языках. А восприятие, темп восприятия мы не можем сделать настолько быстрым, чтобы, ну, вот, выйти за некоторый предел. У них есть предел. И, значит, это такое когнитивное ограничение. И есть то же самое на выходе, ну, другого типа, как минимум другого типа. Вот был интересный, очень показательный случай с такой умной колонкой Амазон, от Амазона, Алекса, ну, наподобие того, что у нас Яндекс, Алекса, да. Да, есть. Значит, там была некая семейная пара, там какой-то был разговор, может быть, на повышенных тонах, эта колонка записала этот разговор и послала одному из сотрудников, подчиненных, собственно, супруга. И когда это все потом расследовали, вот Амазон, они говорят, что, ну, вот так вот получилось, что колонка несколько раз спросила, она поняла, какие-то слова она поняла, как команду это сделать, вот, а она переспросила, действительно ли это нужно. И они, видимо, где-то сказали yes, там да, вот, а не сказали нет. И так вот она случайно совпала, ну, потому что очень многих пользователей колонки, может быть, у других там вот это не дошло до конечной стадии, но вот здесь вот оно все совпало и вот это произошло. Кошмар. И это очень показательно для вот такого вообще человека-машинного взаимодействия. Если у нас есть система, которая может неправильно нас понять, а интерфейс мозг-компьютера, он очень часто может делать ошибки, а мы не отслеживаем, что там происходит. Ну, вот у меня был вопрос, а если случайная мысль возникнет? Ну, мы же все иногда глупости какие-то думаем про себя, потом отметаем, говорим, ой, господи, что это, я ерунду там какую-то придумал. А это уже ушло. Нет, важно, чтобы у нас был контроль. Вот, но для контроля нужно время, да, то есть мы не можем слишком попытаться сделать эту сверхбыстрой систему, чтобы она на лету там все у нас шифровывала. Даже если, в принципе, это возможно формирование каких-то вот намерений или вот каких-то посылок в этот самый компьютер, это отдельная проблема. Но даже если мы это делали бы быстро, тут еще нам нужно успевать отслеживать, что уже произошло. А там, возможно, ошибки. Или если Маск говорит, что там есть какой-то интеллект, который вообще там может быть супермощный, может быть, что-то такое нехорошее можно замыслить. В общем, переспрашивать надо. Да, надо переспрашивать, но вот если это еще предполагать, что это такое нехорошее, что-то не мог бы замыслить, так он тем более нас может обмануть и незаметно от нас там что-то такое сделать. Мы должны иметь возможность сознательно отслеживать. А это значит что-то медленный темп. И очень сверхмощный канал у нас так или иначе не получится. Но тоже самые проблемы будут в случае, если мы куда-то там вглубь погрузимся, не на уровне входов-выходов мозга, а вот как-то будем внутри усиливать те же проблемы, нам нужно это отслеживать успевать. Еще вот я хотел сказать о том, как, если уж мы говорим, что в развитии неинвазивных интерфейсов тут есть больше возможностей с точки зрения экспериментирования, больше свободы в разработчиках, не нужно делать операции какие-то тяжелые для людей, можно брать обычных здоровых людей, приглашать, и совершенно безвредно для них вот эта неинвазивная запись электроэнцефалограммы, например. Какие здесь есть возможности куда-то все развивается? Ну, мы говорили про медицинские приложения, но вот если говорить про немедицинские, ну вот была такая дорожная карта в 2015 году, составленная Европейским консорциумом, на который сейчас многие ориентируются, разработчики и исследователи, ну она до 2020 года, ну с перспективы до 2025, и других с тех пор дорожная карта не появлялась, поэтому такой основной такой текст, консенсусный. Там вот было, например, видение для 2025 года, в котором описывается очень много разных медицинских приложений возможных, и есть приложения еще для здоровых людей, но для здоровых людей это так называемый пассивный интерфейс в музыкомпьютере, это когда человек вот сознательно не должен отслеживать, и действительно там не только решаются проблемы, что он не должен загружать сознание для отслеживания, то, что там происходит, но еще и может медленно работать эта система. А это значит, что здесь у нас, ну вот если система делает ошибки, мы можем это компенсировать удлинением времени, когда нужно собирать данные с мозга. Это плохо работает, если мы должны, мы хотим, чтобы интерфейс выполнил наш кейт-команды, мы каждый раз должны ждать, когда он, значит, наберет достаточно этой информации с нашего мозга и сможет подать команду. А в пассивном интерфейсе это делается все в фоновом режиме. Мы не обращаем внимания, а он может, например, подстроить выдачу информации компьютерам под темп, выдачу информации под наши способности. Устали мы, не устали, наоборот, в бодром состоянии. Или какие-то еще различные настройки компьютера с учетом того, как мы реагируем на информацию или какие у нас интересы в данный момент. Ну и все. А управление, про управление здесь ничего не говорится для здоровых людей. Хотя это как раз очень интересная область, как активно подключиться и сразу получать этот самый видительный результат. И я решил поспорить с этой дорожной картой. У меня недавно как раз вышла статья в журнале Frontieres and Neuroscience про эти активные интерфейс мозг-компьютеры для здоровых людей. И я, собственно, разбираю практику, которая уже сейчас есть. Она в очень разных областях. В частности, вот игры. Это вот, в данном случае, это была разработка в МГУ. Делали очень простую игру на основе той же технологии, которая используется для набора букв, набора текста. Но здесь не текст набирался, а вот играли в пазл, собирали пазл, выбирали какие-то квадратики, которые нужно переместить на нужное место. И вот, хотя приходили люди здесь на фестивале науки, которые первый раз вообще все это видели, и было ограниченное время, вот, скажем, где-то не больше 20 минут. Ну да, это в перерыве там. Ну, это в результате вот они, и вокруг еще толпа, вроде бы, мешают, там как-то отвлекают. И, тем не менее, это все равно очень работало, и у нас только там 3 человека из 50 с чем-то не смогли там за 20 минут собрать полностью этот пазл. Вот, остальные просто даже в это время уложились. И вот такие игры, они, в общем, ну, здесь очень такая простенькая, но, тем не менее, было интересно играть. Вот, ну, вот это наш, мой студент, даже дипломник Илья Аганин, который тоже участвовал в разработке этой технологии, он принес домой это для своих братьев, младших. Вот, вот дети, вот, им очень, это тоже понравилось, там, сходу они это освоили, очень с увлечением играли. Вот, ну, вот это так периодически подхватывается бизнесом и делаются разные там другие какие-то курьезные там приложения. Уши, например, вот, скажем, была такая японская фирма, которая там такие вот ушки, реагирующие на состояние мозга делала. Вот, ну, и там много разной фантазии, но вот как-то это все не выглядит иногда очень неплохо, оно вот как-то похоже, что в основном работает какой-то вау-эффект. То есть, вот, первый раз человек, когда с этим сталкивается, это интересно. А, дальше что-то. Дальше да. Ну, вот, за этим, видимо, эффектом состоит то, что вот такое вот желание, как бы по щучьему велению, это, по-моему, хотение, чтобы вот как-то вот мысли превращались напрямую в действие. И, может быть, это стоит вообще за общим хайпом с этим интерфейсом у нас компьютера. Такая вот глубинная мотивация, которая не очень, вообще-то говоря, понятна. И хотя бы долго про это думал, и в том числе работал над этой статьей. Вот, есть, видимо, какое-то вот стремление, чтобы вот как-то вот по-другому взаимодействовать с внешним миром, разнообразить способы. Но вот оказывается, вот если анализировать конкретные проекты, то во многих случаях там просто много недоработок конкретных. Может быть, потому что действительно люди не понимали то, что вот на чем нужно сфокусироваться. И хотя наиболее привлекательным в этом, по-видимому, это опыт взаимодействия с этой системой, опыт, ну, в смысле, вот, что мы чувствуем, что мы, как мы это воспринимаем изнутри. Вот, и это еще есть такие проекты, связанные не только с играми, с искусством, там разные, типа, не знаю, инсталляции, не инсталляции, а такие вот, такие перформансы. Перформансы, скорее, да. Вот когда человек вот медитируя или там вот как-то расслабляясь, он поднимается в воздух, например, вот этот проект. И сейчас вот вышла целая книга про вот такие проекты. В 2019 году ее можно найти в интернете, то есть в открытом доступе в том числе. Вот, целая область, и есть еще вот области, когда какие-то совсем странные, это вот управление автомобилем. Казалось бы, это какая-то вообще чушь, но, тем не менее, вот, Mercedes-Benz, такая серьезная фирма, в прошлом году просто представила концепт-кар, где основное взаимодействие пользователя с этим автомобилем было через интерфейс мус-компьютера. Вот, ну, естественно, это автономный такой автомобиль, который... Нет, но если это безопаснее, хотя... Ну, если это автономное вождение здесь, то есть все, так сказать, безопасность берет на себя робототехника. А интерфейс мус-компьютер здесь вот для того, чтобы, ну, какие-то простые вещи, например, выбрать, опять же, куда ехать, или выбрать, там, какой-то режим свет в салоне, там, радиостанцию, что-то такое простое совсем. Но, тем не менее, вот, почему-то вот вложились в том, чтобы такую важную вещь, как концепт-кар, вот, как будущее автомобиля, как показать вот с такой штукой. И это там пользователи, посетители выставки могли просто на себя это пробовать. Все это объединяет вот этот самый опыт. Какой-то такой вот... Люди ищут новые способы взаимодействия с внешним миром. И очень интересно оказалось то, что для меня просто неожиданным, что вот этот самый опыт, вообще-то говоря, никто не изучает. Несмотря на то, что, казалось бы, это явная такая основная движущая сила вот этих всех интересов к таким вот интерфейсам для здорового человека. Ну, там есть какие-то единичные исследования, очень такие, ну, слабенькие, начальные какие-то результаты буквально. Вот. И особенно это хорошо все может вписаться в виртуальную реальность или в дополненную тоже, да. Где, ну, во-первых, там просто контроллеры не очень-то удобные. То, что существует, там, сейчас экспериментируют и с движением головы, с речью, частично это уже в коммерческих системах есть. Но в основном используются какие-то ручные контроллеры, но такие довольно... не совсем все-таки это все удобно, поэтому здесь можно конкурировать интерфейс мозг-компьютер, может как-то свое тоже слово сказать. Ну, и просто сама эта реальность необычная, она какая-то такая вот совсем нетипичного типа и здесь вида. И, казалось бы, вот здесь вот тоже можно пробовать такое необычное подключение действия через интерфейс мозг-компьютер. И действительно некоторые вот сейчас есть такие работы, и даже есть в России фирмы, которые пытаются тоже сделать. Вот одна из них. Здесь ставятся электроды на голову, и это хорошо сопрягается, потому что человек уже есть что-то на голове. Добавить еще электроды от электронцефалографа, это, в общем, не такое большое обременение, как в других случаях. Ну вот, собственно, таким образом здесь вот, по-видимому, все-таки есть перспективы для здоровых людей тоже, но здесь вот, собственно, нужно более осознанно к этому подходить и изучать вот этот самый опыт, раз уж он так важен. Вот. А о том, что для важности, для парализованных людей, я думаю, что это уже понятно было. Ну, об этом, да, мы говорили много и в предыдущих программах цикла. В общем, есть куда развиваться, и, по-видимому, есть много такого нового, что еще представится, с чем столкнуться. Вот. Оно может оказаться совсем не таким, как мы сейчас представляем. в будущем. Да, так и бывает. Вот. Ну и, вот, собственно... Это ваша команда. Да, наша команда, собственно, сейчас она вот в... То есть здесь, у нас пока небольшая, но это наши бывшие участники команды, они сейчас как бы наши коллабораторы. В других странах, да? Перешли в другую организацию, но в некоторых других странах уже. Вот у нас участвуют студенты МФТИ в нашей работе, просто участвуют, все они поместились. Вот. Ну и там другие замечательные люди. Вот. Я всем очень признателен за участие в нашей работе. Вот. И мы также очень благодарны Российскому научному фонду, который нас поддерживает. Вот. Сейчас начались новые проекты, и мы будем, видимо, искать новых сотрудников, потому что мы будем благодаря этим проектам сейчас есть возможность... Обратите внимание, дорогие зрители. Да. Да. Вот. И, вот, собственно, спасибо. Спасибо за внимание. И тут маленькая рекламка. Это как раз вот... Да, это ваш телеграм-канал. Мы недавно завели вот этот телеграм-канал. Вот он буквально на прошлой неделе, пару недель назад был опубликован. В апреле 22-го года. Кому интересно, кто будет потом смотреть. Он довольно оптимистичен. Ура-ура! У нас это направление развивается. Ну, там, это не в самом начале, это, ну, такая обзорная редакционная статья. Видимо, может быть, журналист научный пишет. Все замечательно, перспективы, вот, посмотрите, чего достигло человечество в 21 веке. Что, на ваш взгляд, на взгляд человека, который знает это все дело изнутри, что там осталось незатонно, недосказанно, какие проблемы реально мешают? Ну, вот, самый распространенный, там, предмет хвостовства, да, скажем так, это кухлюарные импланты. Они широко распространились, в этом уже, ну, почти рутина, да, для ларингологов. Почему другие устройства не получают такого вот внедрения? Вот что самое важное из проблем? Вы знаете, там, ну, некоторые проблемы, про некоторые проблемы я говорил. Но здесь вот есть такой важный момент, что в случае с кухлярными имплантами и, ну, некоторыми другими еще технологиями, например, глубокая стимуляция мозга, которая используется при болезни Паркинсона, сейчас это все шире стало распространяться. Там, казалось бы, тоже нужно решать те же проблемы с тем, что с инвазивностью, как бы, это вот такая рискованная вещь, но там очень понятная задача. Там в обоих случаях, в общем, нужно примерно ясна физиология этого всего дела, не примерно, а детально довольно ясна. Понятно, в чем, собственно, заключается там дисфункция и что можно сделать для того, чтобы, собственно, от нее избавиться. Соответственно, там не нужно много промежуточных экспериментов с людьми. В общем, нужно, понятно, что нужно делать какие-то исследования на животных, потом это переходить на людей. И, собственно, это было сделано. В случае с интерфейсами мозг-компьютер мы не имеем четкого представления, что, собственно, мы должны получить. Вот на обезьянах можно делать некоторые эксперименты, и на низших каких-то животных. Но если мы говорим про правильное силой мысли, мы же не можем влезть в мысли этих самых животных или объяснить им четкой инструкции, что они должны мозгами своими делать. Мы это можем сделать с человеком, но даже вот с людьми, вот парализованные, тяжело парализованные люди, мы с ними тоже не можем иметь хороший обратный контакт. И, соответственно, вот случай, когда эта женщина, которая могла говорить, это вот уникальный, собственно, случай, когда действительно это все можно было очень хорошо продвинуть. Парализованной ниже шеи. Да, вот, но так это, в общем, вот даже с ней, там, насколько можно будет дальше масштабировать эту технологию для людей, которые не могут так вот говорить, с которыми, ну, у нее, к тому же, длительное довольно было обучение, там несколько месяцев шло, вот довольно тяжелые вот эти тренировки, чтобы она освоила вот эти разные степени свободы. В общем, это большой путь, и он очень такой неопределенный, очень много неясного здесь. А неинвазивные интерфейсы слишком, вот, они, так сказать, мало мощные. Вот, по-видимому, вот это, собственно, главная проблема здесь. Ну, как вы думаете, она решится? По-видимому, это будет очень медленно просто. Вот, Илон Маск говорит, что вот в течение 10 лет он будет решать медицинские проблемы, а дальше вот уже соединение там. А дальше игры. Соединение, нет, так сказать, тоже важная такая проблема. А дальше соединение с мировым интеллектом, да. Чтобы человеческого выжить. Выжить, да, выжить. Я не уверен, что он за 10 лет даже вот какие-то, может быть, одну какую-нибудь медицинскую проблему лишит, тоже будет очень здорово. Но вот у него тоже вот эти все будут его держать. Ну, вот экзоскелет – это наиболее такое, да, в общем, обнадеживающее и эффективная, скажем так, нейрокомпьютерная система. Ну, смотря, что называть экзоскелетом. Вот то, что мы видели, вот эта рука, это все-таки именно вот… Ну, да, нет, это манипулятор. Экзоскелет – это когда, ну, допустим, вот… Когда человек научится ходить, вот скажем, как временное подспорье такое, именно вот, как они это называют, ассистент, ассистив нейротехнологии, да? Да, ассистивная нейротехнология, видимо, да, так вот… Ассистивная система. Ну, наверное, ассистивная в русском уже используется. Вот, да, возможно, ну, опять же, если говорить о неинвазивных, там, это не очень точно, если инвазивные, то, в общем, у нас пока, нет таких вот хороших систем, хотя видно, что эндоваскулярные системы, там человек, ну, видно, что для него это небольшое, как бы, сказать, обременение, то есть он вообще никак… То есть он как вот человек с кардиостимулятором, он совершенно как здоровый человек. И здесь они, ну, в этих исследованиях не очень тяжелые пациенты участвовали, и видно, что они, как бы, нормально вот сидеть. Вот в случае с экзоскелетом нужно, чтобы вот у нас вся эта конструкция была еще такой, чтобы случайное падение, например, не вызвало каких-то тяжелых последствий. Там далеко еще, видимо, двигаться. Есть интересные исследования у Николелеса, опять же, вот в Бразилии, в его проекте, но что-то там вот были первые результаты очень хорошие, но как-то вот я не видел подтверждения. Вот как будто бы благодаря тому, что человек начинает с перебитым спинным мозгом, вот у него ноги двигаются с помощью вот этого, так сказать, интерфейса, как будто бы у него восстанавливаются проводящие пути и восстанавливается, естественно, уже управление. Ну, было бы очень здорово, если бы действительно так вот нужно подтверждение. Спасибо большое. Успехов вам и вашей команде. Спасибо. Спасибо большое.